ну что ребят вы все уже были в гостях у альберта когда у меня был день рождения выпуск смотрите нетворки в ремневой долине если еще не были у него дома у меня на дне рождения мы были у него дома когда снимали выпуск как раз про него про альберта называется выпуск наше кладбище стартапов прикольный получился выпуск и как раз в этом выпуске было много вопросов к альберту вот этот выпуск мы начинаем опять же подъезжая к дому альберта вот он и сейчас мы к нему приехали для того чтобы задать ваши вопросы альберты чтобы немножко с ним как раз подискутировать на то что сегодня обсуждается долине пишите нам комментарии за лучшим и подарим книгу по нашей традиции да и обязательно ставьте нам лайк если видео понравилось мы пошли к альберту да вот в этом месте куча вечеринок самых крутых party в долине русскоговорящими ребятами ребят очень много классных вопросов но первый вопрос и буду задавать я потому что я знаю что нам самое интересное может рассказать альберт как мне кажется да поэтому первый вопрос я буду ему задавать о том какие ему приходят идеи для стартапов и это видео мы назовем как раз идея для стартапов в кремниевой долине вот поэтому давайте прямо сейчас к альберту придем именно с этим вопросом спасибо я вином буду только чокаться я потому что 10 года ничего не пил мир вину вообще ну да я буду я буду да нет я могу стекаться и как бы новую водичку пить понял спасибо тебе нарушка же бросать нашел нашел время с вами встретиться в своем жестком графике ну всякие требования с тобой пообщаться какие-то вечеринки прикольные разные интересного быть за твою контору за твой успех напосил слон вспоминаю как у тебя тут на хэллоуин мероприятие проходило это было просто короче но очень круто на мой взгляд потому что я была нескольких вечеринках жену то есть есть чем сравнить мне у тебя очень понравилось такая своя домашняя атмосфера интересные люди но конечно тусовку они плохая не сравнить с твоим как зажигали на твой день рождения у тебя конечно и друзья это очень круто спасибо 1 у меня у меня к тебе будет вопрос пока мы едим такую я задам его от себя потом мы найдем место уже подписчиков начнем задавать все эти вопросы они у нас здесь в айпаде спасибо вам я девчонок попросил чтобы они все собрали куча альберг ты здесь давно живешь занимаешься интересными проектами много с кем знаком какие идеи для стартапов ты сейчас видишь вот такие витая в воздухе кремниевой долины да то есть что нас ждет будущем какие новые там стартап как бы изменит будут менять наш мир ты знаешь чё я честно говоря твой вопрос не видел давай мы вот как бы сделал более интересную вещь чем я просто так какую-то лекцию будет читать давай мы начнем отвечать на вопросы по ходу этих вопросов если там будет какие-то идеи я уверен твои пользователи на спрашивали по поводу каких-то технологий там я не знаю я не знаю что они там запросили но я думаю что по ходу разговора появится идея и мы будем импровизировать думаешь это интерес супер стать это как раз будет к ко всем ответом на ваши вопросы которые вот мы сейчас подготовили вопрос от вас к в комментариях как раз выпуске кладбище стартапов мы будем как раз если есть будет куда уместно будем вставлять такие вставки какие там вокруг этой идеи есть вообще вот но сегодня глобальные тренды и что может быть следующим стартапом да отлично да давай так и сделать тогда я прямо но если ты не против пока мы едим или начну потихоньку тебе задавать это первым у нас вопрос такой сейчас его прочитаю какой самый важный урок из жизни извлек альберт или может есть что-то что заставило взглянуть взглянуть на мир как бы по-другому вот что вот сильно тебя поменяло какие вот ступеньки в твоей жизни были может такие я смотрю тебя философы там задали да ну смотри что я конечно больше всего а это то что мы сейчас такая английская поговорка пас перформанс из ноты гарантий о фьючер результат это бывшие результаты и не гарантированные твои результаты в будущем сейчас действительно как ты правильно сказал в том вступительном слое мир очень сильно меняется то что было буквально еще 10 лет назад сейчас переворачиваю все становится на гол то есть например рынок машин полностью меняется рынок рабочей силы полностью меняется розничный рынок полностью меняется то есть идут колоссальные изменения если ты как человек не отслеживаешь эти тренды ты просто будешь out ты просто ты не сможешь дальше конференции ни как бизнесмен ни как мужик то есть урок такой что ты должен все время смотреть что происходит ты должен быть динамичный и изменяться как ты это понял наверно где-то облажался сам да вот расскажи мне раз услышали расскажи вот какую-нибудь историю после которых искал по поводу там надо что-то на другу думать по-другому но первая история вам было эти по моему как-то говорил по моему предыдущей передачи не помню за тоннером или нет когда в 2004 году у меня была компания среднего размера у нас был офис большой москве я позвонил своему управляющему в очередной день это самое когда у нас утро у них соответственно вечер нос типа сколько продажи за день сейчас не могу говорить как ты не можешь говорить со мной ты нашли меня в офисе не пускают я ведь не могу как разобраться сейчас мы разбираемся это не рассказывал кстати мне рассказала ну вот это самое вот значит чистом я набираю сейчас он говорит ну вот там произошел рейдерский захват сейчас уже другой чоп значит в офисе все это самое все активно вывозит и вот так вот она у меня сильно динамично структуру поменялся дело не бизнес россии да не делал не бизнес россии да вот в один день там потерял там миллион долларов да там так что жизнь динамично меняется и уроки естественно извлекаются таскать и уроки безопасности и уроки таскать пониманием мира другие были уроки которые связаны здесь с изменением родничного бизнеса когда я занимался аукционами здесь и вот это вот модель купи-продай я понял что она больше дальше не будет работать и мы ее поменяли как сервисную модель и сейчас мы делаем в общем-то сервиса не купи-продай вот и мы об этом с тобой я уверен что твои гены кстати вот это я вот понял что ты реально ушел от того чтобы покупать и продавать и ты просто для больших компаний оказываешь услугу абсолютно да и это намного выгоднее интереснее чем искать и конкурировать на рынке в котором уже и так перегрет я не знаю там amazon там все ритейлеры там и так далее где там между ними еще можно там но это вообще нереально просто нас абсолютно правильно русана и всегда ты должен вот но есть такие книги на эту тему насчет конкуренции красный океан там синяки на листы кубоке а насосе ты не хочешь конкурировать там где стоит дикой конкуренции потому что там естественно тебя будут вытеснять люди с большими деньгами и с большим возможностям ты всегда хочешь концентрироваться на бизнесе где у тебя наоборот меньше конкуренции больше прибыль то есть получается нишевость да то есть такая нишевость то есть есть вообще в целом да вот там бытовая техника есть вот именно такая ниша внутри которой ты помогаешь большим корпорациям утилизировать и соответственно какую-то там перепродаёшь да там реальности я уверен я не знаю задали ли твои задавали ли твои так сказать читатели эти вопросы если что они могут потом их себя задать я потом могу более подробно это рассказать про мой бизнес все кто смотрит твой блог могут посетить наш веб-сайт компания да кстати там спрашивали где на аукционах можно поучаствовать сюда вот кстати как вот я помню ну давай до этих вопросов нам дойдем я давайте мы внизу укажем ссылочку как называется компании колеса xs logic а сайт и сайт xs logic.com а вот и там поставишь это самое потому что по английски на не все русскоязычные да это воспринимать но достаточно легко по английски и там можно посмотреть всю технику которую вас можно купить чем вы занимаетесь там и так далее нет там можно посмотреть спектр услуг и чем мы занимаемся мы сами как веб-сайт ничего не продаем а мы используем существующие платформы такие как руку там такие как этот самый ebay amazon и так далее мы на этих платформах продаем зачем нам создавать свою собственную платформу все понял когда существовали платформы понял круто молодцы да мы можем оба на эту тему поговорить для на эту тему насчет там на этом сайте все ссылки на разные ваши платформы где чем можно купить тоже есть наверное да ну не совсем там так но неважно давай мы будем обсуждать и там пойдем уже по ходу окей ребята короче разбирайтесь по ссылке и ищите вот ну товары на amazon а также если найдете дадите нам знать даже интересно окей давай тогда следующий вопрос я задам легко а ну кстати по поводу того что вот унишиваясь у меня знаешь как раз идея пришла к тому что все ну следующие стартапы большие они могут быть как раз окну в том чтобы занешиваться да то есть понимаешь да то есть с одной стороны вот смотри твои твои читатели должны смотреть с двух сторон во первых это должны достаточно нишевый бизнес с одной стороны а с другой стороны он должен быть шкалируем потому что если совсем не какую-то нишевый пульса себе что они делают там скажем какие там значки для путина ну и там для этого к в ходе сказать как и присоснут для для единой россии для президента и президиума родина россия ну скажи позиниму единой россии там например там 20 человек у меня не за скобами там да у тебя рынок 20 ты не можешь это шкалирует понятно что ты можешь начинать делать значки там для других рядовых альберт имеет ввиду масштабировать потому что он хочет сказать скейл когда штангер скалировать просто но это нормальная как бы это нормально то что здесь да да масштабируем да то есть то есть это знак у тебя должна быть идея такая не просто скажем сувениры а сувениры делать для скажем партии это искать какие-то там партийные сувениры там для единой россии или там например для как они там за дженоску как они кто называется или там эти какие у вас еще там есть там яблоко помада или слушая зале зале я вообще не знаю но я помню там в мое время там на помню когда были такие сейчас то есть ты делаешь если просто пойдешь сувениры у тебя сидят а если уже делать какие-то сувениры что называется в кавычках с присвистом то есть они уже таргетированы какую-то рыночную нишу вот скажем там партийные сувениры или например сувениры к юбилеем там тогда ты уже чем-то можешь отличаться до этих примеров я честно говоря рынок сувениров слабо знаю это занимаюсь я просто как метафора как метафора да я понял окей давай следующий вопрос про стартапа мы тоже затронули значит какие формы приобретет религия и духовность когда виртуальная реальность перестанет быть виртуальная будет почти неотделима и неотличима от когнитивных процессов такой вопрос конечно на я вот честно говоря он такие а я смотрю такие равен ты давай я давай но смотри раз он и начнем немножко как бы нам в теорию да что современное общество оно представляет собой единение духовных материальных образований то есть это некоторая такая структура феномен духовности он подразумевается бы признание абсолюта как в виде бога там и так далее вот например коммунисты заместили богом коммунизм как абсолютное понятие стремлением то есть признание абсолюта стремлением к вот этому абсолютизму капсер то есть с экстенциальные потребности человека выразить вот этом вот абсолютном понимании, в понимании абсолюта. Вот если посмотреть, что сделали коммунисты, они разогнали всех священников, всех конфессий, потому что они хотели коммунизм быть абсолютом в понимании людей. Они, кстати, достаточно хорошо продвинулись. Если ты помнишь, что работали за идею коммунизма, то есть люди воспринимали коммунизм как абсолют. Сейчас это другое внедряется, это русская духовность. То есть к моему ответу естественно, в современном обществе, поскольку материальный уровень будет отходить на задний план, наоборот, будет возрастать понимание духовности, потому что, как я уже сказал, это только два понятия. Соответственно, если одно немножко падает, то другое возрастает. Сейчас современное поколение уже не смотрит так активно, сколько у него шматья, какая там машина. Они все смотрят, какой у них, например, социальный статус. Вот как ты, например, ты сейчас уважаемый человек. То есть ты сейчас, если ты посмотришь, ты сейчас очень крут по социальному статусу. У тебя там десятки тысяч подписчиков, 50 тысяч подписчиков. Там я не знаю, сколько у тебя сейчас в блоге там. Я помню, у тебя там цели были к миллиону подойти. То есть, понимаешь, что у тебя это реально круто. То есть и я помню, как-то раз я видел какое-то выступление одного из биллионеров российских, алкогольного. Я забыл, как его звали. Федор, что ли, по-моему, его зовут или как-то так. Он сказал, говорит, что сейчас, когда приезжают люди в Давос, они хвастаются не размером яхт, а сколько у тебя подписчиков. То есть твой социальный статус. То есть, соответственно, формат духовности, религий, он будет как ни смешно увеличиваться. А понятие как раз материальных пазэш, ну, в смысле, материальных материальностей будет уменьшаться. Потому что будет людей становится больше, а ресурсов меньше. Поэтому общество будет динамично реагировать на это. Это, кстати, порождает спрос. Вот это как раз вот одна из, то, что ты говорил, вот концепции для стартапов. Квассальные, я считаю, возможности для предприимчивых людей в России. То есть они могут в виртуальном мире быть настолько большими, насколько они хотят. То есть вот эта концепция, что ты освобождаешься от вот этого низкого материального уровня, ты переходишь на вот этот вот экстенционально высокий уровень, он дает колоссальные возможности. Потому что ты сейчас на уровне миллиардера. То есть понимаешь, да, о чем говорил? Что некоторые миллиардеры имеют гораздо меньше подписчиков, чем ты. Ты, конечно, по уровню, скорее всего, еще не Путин и не Трамп по поводу количества подписчиков, но рано или поздно может быть, понимаешь? И вот это вот тебя поставят на одну социальную уровень с ними. Соответственно, это дает возможность людям, которые предприимчивые и создают какие-то сайты, например, продвижение различного рода абсолютных истин. Не обязательно Бог как таковой, то есть это не обязательно должно быть христианство. Могут быть какие-то другие экстенциональные понятия. Слушай, Альберт, зачем тебе такое оружие здесь тяжелое? Ты от кого отбиваться здесь собираешься? Ну, надо сам отбиваться. А ты знаешь, ты типа, когда на вечеринке тебя люди просто достали. Ты просто супы джигай, да? На вечеринке все достали, уходить не хотят домой. Ты такой, раз, пулемет такой. Конкретный пацан. Нормальная такая у тебя игрушка. Хорошая. Вот так вот, ребята, в Америке можно прямо вот вот так вот такие штуки хранить. Просто. Такая вся в масле она у тебя прям. Броски. Вау, 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 Альберт, полегче. Тут следующий вопрос у нас, который мне обозначили как пятый, и сам себе в одном только содержит еще пять вопросов. Про женщин? Нет, и нет, и все не про женщин, а про банальное сельское хозяйство, представляешь? Ну, понятно. Вот, и кто-то утверждает, что сегодня очень вопрос актуальный в принципе сельское хозяйство с точки зрения экологии, с точки зрения новых технологий. В следующие 50 лет человечество должно принять целую кучу вызовов, и один из них это вопрос с продовольствием. Как будет развиваться эта сфера? Какие тренды набирают обороты в данный момент? Какие взлетят в будущем? Да, какие тренды? На данный момент развивается роботизация? Как с этим вообще там? Как роботизировать сильно фермы? Давай мы с чего-нибудь начнем? Да, слушай, тут какой-то у тебя в целом про то, что ты думаешь про сельскохозяйство и про тренды внутри сельскохозяйства. У тебя, я смотрю, такие пользователи продвинутые. У нас в России там как бы тоже ну давай, за сельское хозяйство. Регионов много, ребятам интересно, что их ждет в будущем. Это, кстати, интересный вопрос. Ну, понятно, что развитие сельскохозяйства, оно, конечно, будет связано с определенной автоматизацией и, в общем-то, уже все эти комбайны роботизированные есть, и для собирания фруктов, и ботвы, и так далее. Я считаю, что здесь даже, знаешь, интереснее говорить не о том, ну, то есть, то, что эта индустрия будет автоматизироваться, здесь, конечно, никаких вопросов. Что, я думаю, люди упускают, они все время думают по поводу роботов. Там вопрос не про роботов, а про информационную составляющую этого дела. и второй вопрос про сами тренды, да, в сельском хозяйстве, про потребление, да. Вот информационная составляющая. У меня был один приятель, который занимался сельским хозяйством, и еще в те времена, это было лет, наверное, 8 назад, да, у него основная была задача, вот он там, говорит, я поставил GPS на тракторе, да, я говорю, а зачем тебе GPS на тракторе, куда ехать, что-то не знаешь. Он говорит, да не, не в этом дело. Говорит, важно в том, что я должен знать, что тракторист делает, потому что тракторист может, например, полдня не работать, за водкой бегать, ну, к примеру, да, или пахать криво, то есть он, например, ездит не из мейки, как там положено, да, как-то вот так. То есть он должен знать траекторию, что он делает, понимаешь, вот эта информационная составляющая, что человек делает, с какой скоростью он ездит, насколько грамотно он обрабатывает посевы, да, ну, я имею в виду в примитивном виде, пока это делает человек, да, а не робот, да, это очень важно. Это то же самое информационная составляющая, вот то, что сейчас вот эти всякие Монсанто, ну, вот главные производители удобрений и так далее, они делают автоматизированные системы, которые говорят фермерам, когда вносить, например, подкормку, когда вносить там какие-то там удобрения, когда вносить эти, как их там называется, пестициды там и так далее, и так далее. То есть вопрос даже не в том, кто их вносит, там робот или человек, а нужно ли вносить и в каком количестве. Вот оптимизация вот этих расходов на сельскохозяйство, это вот это вот колоссальный рынок и вот это вот, кстати, одна из идей для твоих предпринимателей, потому что информационную, так сказать, составляющую сельскохозяйства не сама роботизация, там, тупо комбайн, да, а вот всякие информационные системы, которые позволят фермеру принимать информационную, грамотное решение. Вот смотри, я тебе пример могу сказать, да, недавно я, короче, на одной тусовке познакомился с чуваком, кстати, задавайте вопрос, если хотите с ним больше пообщаться, я могу его даже найти, вспомните, у него взять интервью, я, кстати, хотел тоже. Он здесь, в Калифорнии, делает стартап для коров. Ага. Вот, и в чем фишка стартапа? Значит, стоят камеры, камеры наблюдают за коровами, а прикинь, тут, ну, там, бывают десятки тысяч как бы стадо, да, и он на основании, ну, даты, да, там, анализа вот этих коров, он может сказать, какая корова сегодня болеет, какую, ну, там, прививку сделать, какой корове, там, не знаю, нужно пораспариваться, там, какая уже там на убой, какая там еще рана, там, и так далее, и так далее. И вот это, большие данные, вот эти собираются, и когда, ну, фермеру уже там говорится, там, так, корову номер 271, тебе нужно подойти, вот этот укол взять, и ей там вколоть, чтобы она там не болела. Правильно, вот это вот, смотри, вот то, что я тебе рассказываю, идея для стартапов, то есть, не в том вопрос, роботы там с коровами разбираются, или человек, а вопрос такой, как информационная составляющая тут бизнеса работает, вот как ты, абсолютно правильно, вот это вот стартап правильный, стартап не делает роботов, которые коров дают, это, понимаешь, это тупо просто, а вот стартап, который построен на big data, вот действительно построен на том, как, что коровы делают, насколько они хорошо, например, какая-то там, вот ты, например, проверяешь битхоины, к примеру, они там даются лучше, к примеру, вот эти данные можно собрать только с больших данных, так называем, big data, вот это вот, и второе, вот это, что сейчас называется, очень популярно, я не знаю, как оно в России называется, интернет of things, интернет вещей, интернет вещей, да, то есть вот это вот, то есть различного рода сенсоры, которые будут работать на, эти сенсоры могут стоять на корове, эти сенсоры могут стоять на доилках, эти сенсоры могут стоять на, скажем, на этим самым, на, как его зовут, на стойлах, где они стоят, то есть вот эта вся информация, которая идет фермеру, которая говорит, сколько коров употребляет, потому что, видишь, вот если она перестал есть, к примеру, или там меньше ест, значит ей нехорошо, значит это уже показательно, что она болеет, то есть что-то надо делать, то есть вот эта информация, она более важна, кто ее там физически доить там будет, понимаешь, ты же сказал, что там у тебя это, да, ты ремонт закончил здесь внутри, о, смотрю, наличники здесь тоже поставил, там теперь у тебя сауна рабочая, да, все рабочая, здесь все сейчас работает, пивняк работает, помните, ребят, мы здесь были, здесь была еще куча строительного мусора, какие-то стояли эти штуки для ремонта, вот сейчас уже место преображается, и вы теперь вот тоже вместе с нами видите, как оно меняется, Альберт делает так, чтобы здесь прям были кайфовые печеринки, спасибо тебе, стараемся, ты самые крутые вечеринки делаешь, ну будем в следующий день рождения вообще там, срок жены бы хоть, он видишь, тут специально для твоих, это сам, пивняк открыл, нормально тебе, ну, я буду, разливное, а у тебя прямо оно все нормально, да, то есть рабочее состояние, да, то есть твои гости будут, это самое, в натуре довольны, хороший вопрос, вопрос о людях, кто работает в вашей компании на текущий момент, после стольких лет, есть ли русский или русскоговорящий, какое у вас мнение или принципы в рекрутменте, исходя из жизни, опыта, менталитета и способности к труду людей, ну, то есть, я думаю, больше вот такой вопрос, если коротко, да, по национальному признаку, да, да, по национальному, есть ли какие-то отличия, вот ты в долине уже, там, 30 лет, больше уже, да, живешь, да, то есть, есть ли вот, ну, именно по, вот этим как раз, ну, в зависимости от культур, работоспособность и эффективность, да, вот, например, ни для кого не секрет, что китайцы могут очень много работать, вообще, прям, не спать и не есть, да, там, но, например, что-то придумать новое, это лучше идти к тем же русским или американцам, да, так как ни крути, там, ну, там, у нас в России много всяких, там, ну, первых вещей было придумано, да, то есть, а потом уже они по всему миру разбежались, там, в Европе тоже многие, ну, то есть, но если мы говорим про азиатов, то они могут круто докручивать, да, какие-то вещи, хотя, с другой стороны, когда азиаты приезжают и погружаются в эту культуру, они здесь тоже делают невероятные вещи, те же, например, Nvidia, создана, кем она, как раз азиатам, не забыл, ну, да, Dotru One, по-моему, да, короче, прям такой сложный там имя, помню, в Стэнфорде недавно были, да, ну, там самое смешное, что русских полно, кстати, на серьезных должностях, где, в Nvidia, в Nvidia, да, и сам, которые в начале стояли, именно разработка алгоритмов, там, ребята из Новосибирска, довольно большая команда была, я их знаю хорошо, это, там, Основич, там, Мишка, как его звали-то, господи, фамилия, там было достаточно, прям целая команда была из Новосибирска. Блин, ребят, так круто, на самом деле, что ты не просто слышал о компаниях, а ты прям знаешь, там много-много топов, да, и все, и так приятно, что тоже, да, выходцы из стран СНГ. Ну, да, там, в свое время, сжигали, там, помню, они там жили в Санузае, в джакузи, я прихожу к ним, помню, они, джакузи, знаешь, сибирские ребята там крутые, да, перцы там, они сломали терморегулятор, там максимальная температура в джакузи, там, ну, там 101-102 градуса, они там 120 сделали, знаешь, там, круто там сидят, там чуть, знаешь, как заваривают, ну, как яйца, может, заваривают, я там говорю, ребят, ну, вот что там, они там нормально сидят, у нас там Сибирь, типа, положено, знаешь, там круто там, типа, морозы, знаешь, ну, так национальности, вот они по трудоспособности, по креативу, расскажи твое мнение, мне реально самому очень интересно. смотри, мой партнер в компании, если ты говоришь про нашу компанию, у меня только один русский есть, это мой партнер, это Виктор, и, значит, Вы давно с ним? Виктором познакомился лет пять назад, как раз, когда вот я основал эту компанию, мы с ним, как ни смешно, я тебе, по-моему, рассказывал эту историю, да, да, ты говорил, мы делали партию, да, у меня дома там, и, случайно с ним встретился, и это было судьбоносно, и вот мы сейчас с ним работаем, вот уже, так сказать, А другие, кто у тебя? А остальные все американцы, ну, то есть, американцы, там есть китайцы, там я имею в виду, там есть у нас, эти самые филиппинцы, там, но я имею в виду, даже местные филиппинцы, я имею в виду, не только, так сказать, но, так сказать, из русских только один. А топа кто? Топа у тебя? Топ, конечно, Виктор. Да, Виктор? Ну, Виктор, Виктор Винцепрезидент у меня по продажам, так сказать, он возглавляет самое основное направление, это селс и маркетинг, в моей компании, значит, ну, в нашей компании с ним, да, и остальные, там, ну, американцы, там, занимаются, чисто уже на таких менеджерах, там, менеджмент по продажам, там, 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 на складах, там, то еще, да, ну, креатив, это, вот, это русский, да, то есть, конечно, те выходцы из СНГ, которые находят в себе волю и желание и силы сюда мигрировать, они, конечно, очень много добиваются, и как раз вот твоя контора, я считаю, очень хорошо, что помогает ребятам, которые предприимчивы, которые молодые, у которых есть вот этот драйв, вот эта группа, конечно, крутая, да, так сказать, понять себя больше и дать возможность выразить себя и здесь, ну, или там, на мировом рынке, там, с пониманием этого дела, давай, братан. Спасибо, 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 Альба. Ты же знаешь вот этих ребят, стартаперов, которые живут в вот этих вот стартап-хаузах, я не знаю, есть ли ты, наверное, да? Да, да, да. Люди живут в охотку, хуже, чем в коммуналках Советского Союза, там, в 3-4 ряда, это самое, там, ну, в 2-3 ряда, извиняюсь, я не знаю, сколько их там, я помню, как ты раз зашел, там, ну, будет жесть, понимаешь, я так, ну, смотри, потому что люди не запариваются по поводу своего внешнего вида, они запариваются, где они живут, они живут мечтой, они вот это абсолют предпринимательство, абсолют своей мечты выводят вот это вот экзистенциальное понятие, и вот как раз твои ребята, которые смотрят твой блог, они как раз это поле для них, то есть, не важно уже, сколько у тебя денег, не важно, как у тебя это самое, ты можешь дома, сделать вот такой виртуальный мир для себя, и если он у тебя будет яркий, и у тебя он будет, достаточно, ты можешь быть следующим богом, понимаешь, о чем говорю, как ты, не, на самом деле, я не считаю, что я следующий бог, знаешь, я больше чего считаю, вот моя вера, кстати, ты говорил, то, что ты сказал, вера в то, что у каждого есть цель, у меня тоже есть цель, ну, какая-то миссия, да, там, пока я здесь, вот, я думаю, что я ее нашел, я тебе рассказывал, да, моя задача сделать так, чтобы как можно больше было осознанных людей, это вот цель нашей компании, Miley Space, там, и так далее, я вижу, чтобы эту задачу закрыть, нам сначала нужно собрать вокруг себя самых крутых людей в мире, чтобы самых людей крутых в мире собрать, я сформулирую, что я сначала должен сделать какую-то большую, серьезную, боль решить в мире, да, потому что, и это как бы даст мне возможность потом говорить, что я вообще что-то могу, есть смысл со мной общаться, а к этому я сейчас как раз вот прикладываю, ну, то есть, то, что снимаю в том числе контент, потому что на самом деле, все это я делаю, чтобы быть людям, которые меня прямо сейчас смотрят, более понятными, то есть, чтобы они понимали, кто я, зачем я, какие люди рядом, исходя из чего, и у меня есть те или иные рассуждения, да, то есть, как раз, ну, как бы встреча с тобой, она очень сильно дополняет все то, о чем я говорю на своем канале, понимаешь, то есть, становясь им понятным, ну, то есть, я могу, соответственно, здесь дальше более успешно заниматься своим бизнесом, потому что ко мне приезжают больше и больше ребят, наши программы образовательные, там, я запускаю свой стартап, рассказываю, то есть, об этом тоже той аудитории, которая меня смотрит, и я уже непонятен, и, скорее всего, я реально смогу какую-то и боль же с помощью своих идей, и вот в этом как бы есть моя миссия, то есть, помочь, ну, как бы миру, через решение какой-то глобальной боли, как мне сказал, зарабатывать ровно столько, насколько большую проблему он в мире решает. Правильно, и самый большой будет заработок у человека, у которого будет абсолютно истинно, вот это, то, что я сказал, понятие абсолюта, к чему стремиться, вот это абсолютно истинно, те соберут все деньги, давай за тебя, чтобы ты их собрал. Спасибо. В духовности, в своем развитии, социально-философские мысли прошел ряд стадий, ты согласись, да, вот так чел пишет, завидует, да, вот так на уши ездить, да, эти бабушки, вот так вот мы готовимся к вашим вопросам, ребята, с Альбертом гуглим, шутка, Альберт, следующий вопрос, вот пишут здесь, не знаю, удобно ли такого рода вопросы задавать, если нет, то можно не озвучивать. Про сексуальную ориентацию? Нет, какой бюджет был на старте компании, если не ошибаюсь, открывались по другим именем лет 15 назад? Ну, простите, не знаю. Ну, да, там, смотри, я же рассказывал, я сначала работал инженером, потом мы открыли вот компанию, называлась там TransAmeritic, потом там другая была, и которую TransAmeritic мне отобрали в 2004 году, тогда у нас бюджет был ноль, то есть мы начинали по предзаказам работать, то есть самое главное всегда, вот то, что я тебе говорю, движуха, идея, неважно, какой у тебя бюджет, понимаешь, деньги, вот что многие ребята твои, вот стартаперы, не понимают, они все хотят бабки там, бабки там, поднимать бабки, вот ко мне приходили тут ребята, говорили, я ему говорю, вот смотри, бабки, ты сначала, это как бензин, ты сделай костер, сделай, чтобы он горел, а потом можно оплеснуть бензин, чтобы, так сказать, все вспыхло, то есть бабки, они чисто те дополняют, тебе типа дают, вот это вот расширение, когда у тебя уже горит, когда у тебя уже концепция отработана, когда ты делаешь деньги, вот тогда туда можно влить бабки, как бензин, чтобы вот пошел костер, но вот искать, крутая метафора, да, но это реально правда, понимаешь, вот что люди не понимают, они думают, что они бабками что-то зальют, понимаешь, вот мы недавно, я тебе скажу, смотри, ликвидировали контору одну, надо было гость в голову забить тому, кто это придумал, вот смотри, люди пришли с такой концепцией, они делали робота, ну, такой, знаешь, большой такой, ну, конечно, не с меня, но такой был, значит, такая база, база у него такая была, с колесиками, такая была, тонкая длинная шейка, и сверху там была такая камера, там, микрофон и так далее, смотри, какие у челов концепция была, шути, подстоят такие роботы по компании, а какой-то большой начальник, там, в пижаме у Солонга доме, там сидит, или еще где-то у себя, там, в большом офисе, там, на большом этаже, нажимает кнопочку, и там, на каждом этаже, вот этот робот может пойти, там, к какому-нибудь челу, там, в офис зайти, ну, там, заехать, да, и там с ним поговорить, там, с ним, чтобы видеоинтервью, как бы, знаешь, там, видео пообщаться, вот, если бы, знаешь, они ко мне пришли, я бы их просал бы, на три буквы, да, веселых, потому что, купи Logitech камеру, поставь на компьютер, общайся с этим челом, да, зачем тебе там, робот, чтобы подъезжал, да, вдруг, там, ездил, там, виртуальный, реальный, там, через конторы, навигаторы, там, там, позиционирование, зачем, понимаешь, чем дело кончилось, понимаешь, это самое, а мы, там, вот сейчас, так сказать, хорошо деньги подняли на этом самом, не, ну, сам подумай, мертвырожденная концепция, бабла было много, а концепция мертвырожденная. Ну, зато ты заработал. Ну, да, мне приятно. Ну, все хорошо, они просто для тебя старались. Для меня не все равно. Выживаемость насекомых на 80%, на 80%, слышал, что на 80%, от информации зависит, не от энергетических ресурсов, какой он там, нектар, не от там, какой жало там, а 80 процентов информационной составляющей, вот ее выжимаемость пчелы там или кого-то там, понимаешь, 80 процентов, и вот после этого вот эти все истребители пятого поколения и так далее, вот тут что русские сейчас неправильно делают, я считаю, не в маневренности истребителей, неважно какой он там крутой, информационной составляющей, если ты посмотришь, как оно сейчас все сделано, там современные там боевые машины, истребители, откуда пошла вся вот эта виртуальная реальность, думаешь, все с военных, то есть, что сидит пивот и вот у него там вокруг него там кабина с экранами, да, и он, ему нужно понимать решение, вот раньше там, ну и до сих пор там современных даже мигах, да, там человек крутит там головой там лево-вправо, там сзади, а сзади он не может, там 180 градусов в шее не поворачивается, вот, и, а современная информационная система, да, вот у, скажем, F-35, да, как платформа работает, то есть, она показывает тебе не просто сенсор самого самолета, а и где находится потенциальный враг, да, не просто, блин, я сейчас понял, знаешь, как просто объяснить, вообще крутая идея, короче, сейчас уже не важно, сколько, как бы, ну, крутое у тебя железо, а сколько важен софт. Абсолютно. Ну, то есть, информация на софте. Да, да, ну, то есть, именно, то есть, охеренно, ладно, молодцы, там, сделали все клоны, все айфонов, ну, а где там в нем, там, ну, разные остальные фишки, которые дают возможность сделать этой компании Apple, понимаете, да? Абсолютно. И поэтому сегодня, может быть, у тебя, может быть, железо круче, более производительное, там, и так далее, торпеды, условно, больше, двигатель мощнее, но из-за того, что ты, как бы, с софтом просел, то ты проиграл войну просто. Абсолютно, вот если ты посмотришь, вот, скажем, информационную составляющую того же самолета, да, вот то, что я тебе начал говорить, вот смотри, или вот показывали недавно израильские эти самые кат-фирмы, я забыл, как у них называется, показывали танк новый, да, у них танки нет вообще оптических, там практически нет перископа и так далее, то есть, там щелей каких-то, у них вот экраны стоят, да, и танк показывает за счет различных сенсоров, и я тебе сейчас, подожди на секунду, вот, сенсоры самого танка показывают, да, плюс другие танки, другие самолеты, другие там эти, как они называются, дроны, они все обмениваются информацией и пересылает этому танку информация, он как бы думает, что он это видит, то есть, например, у Сонга какой-то чел стоит с РПГ гранатометом, да, там за углом он его не видит, а дрон его видит, или истребители его видят, или там перехватчик увидят, или еще кто-то его видит, и он эту информацию через GPS-координаты передает этому танку, и танк знает, что он там, и принимает меры, то есть, чувак-то чел сидит за углом и считает, что он там в безопасности, а у него там минометом из танка на него заряд уже летит, понимаешь, он даже не видит, что его накрыло. Смотри, такой поинт у тебя, ну, на самом деле, очень такой, тоже мощный. Информационный стреляющий, а мощность танка может быть нулевая. Да, да, то есть, может быть, он там будет с простым, не знаю, не с пушкой, а там, не знаю, с автоматом сидеть, да, но зато он будет знать, куда, когда, во сколько ударить. Абсолютно правильно, с кривым ружьем, как знаешь, как это еврей с кривым ружьем. Да, с кривым ружьем даже можно стрелять, просто если знать, куда и как. Правильно, абсолютно. Поэтому информация важнее сейчас всего железа, всего месяц взятого. То есть, я когда приехал в Америку, у меня где-то было 500 долларов, то есть, у меня ничего, так сказать, никаких активов не было. И что ты здесь начал делать сразу, вот приехал в 80-м году, никого не знаешь? Ну, на проект, конечно, был, сначала я, знаешь, самое неприятное, что я не знал, что я уеду, так сказать, и не учил английского, я учил тогда французский, потом, знаешь, вообще ничего не учил, и, знаешь, как-то, тогда на языке, знаешь, там никто не запарился в то время-то. Вот, и, конечно, я приехал, знаешь, там, кроме, там, если, но, там, знаешь, там, особо ничего не говорил, да, там, не говорящий был. Поэтому, там, пару-трой месяцев, это самое, я, там, изучал, там, в школе английский, там, ну, как-то, знаешь, там, что-то там сказать. Потом, там, тупо мне, значит, начал, там, на интервью ходить, там, мне объяснили тогда в то время, что такое резюме, но тогда еще не было этого ничего, то есть, я вообще не понимал, что это такое, да, там, ну, добровольцы, там, объяснили мне, здесь тогда, знаешь, там, с новоприевывающим как-то там работали, ну, я думаю, сейчас работают, это самое, и, короче говоря, я начал, там, тупо рассылать, там, тогда еще не было интернета, ничего, да, там, там, 286-е компьютеры были, там, разослал свои, там, изуме, там. Ни хера себе, в 87-м году уже 286-е были, у нас такие в 96-м только появились, через 9-10, наверное, в России. Ну, тогда они только, ну, там, тогда, ну, я, по-моему, в 88-м году, там, 286-е, блин, к примеру, говорю, ну, да, здесь они где-то в 88-м году, да, я свой компьютер первый купил, по-моему, как раз в 286-е, помню, в 89-м, что ли. Офигеть! Две штуки, там, что-то заплатил, такие детские деньги были, это, прикинь, чтобы ты так понимал, квартиру можно было купить, да, ну, там же как, в ипотеку, да, в основном покупается в то время, там, ну, вот в Монт-Нью, да, сейчас, где квартира, когда-то там, по 700 стоят, да, мы ее можем купить за 120, да, то есть, 12 тысяч ты должен был дать этот самый первый платеж, слушай, я за две штуки компьютер купил, шестая, знаешь, часть там платежа за квартиру, понимаешь, там, очень неподъемные деньги были по тем временам, да, вот так прикольно, наверное, вспоминать все это, значит, что-то такой класс воспоминаний. И ты здесь устроился на работу и потихоньку сначала по найму работал и потом уже своим бизнесом занялся, да, или как это было? Ну, как я же тебе говорю, я занялся, сначала я работал в одной компании, мы занимались разработкой лекарств замедленного действия, то есть, я там был принципиальный, как бы… Не, я вот понимаю, мины замедлены для людей, а лекарства замедленного действия для чего? Ну, мины, это, конечно, тоже дело важное, да, там, или там при общении с женщиной, так сказать, затянуть процесс, да, но если говорить серьезно, то есть, что это такое, вот мы занимаемся, скажем, лекарством для глаз, да, есть такая болезнь глукома, и в глукоме в лечении важно, есть такое лекарство, называется пилкарпин, я не знаю, как это по-русски называется, так, по-моему, и называется, значит, это основное, так сказать, лекарство, которое лечится, какая проблема, да, ну, вот инноваторы твои вот слушают, пускай, то есть, вот, всегда у тебя есть какая-то, вот, скажем, разработка лекарств – это неподъемное дело, да, нового лекарства, а вот разрабатывание среды доставки уже проще, потому что запатиновать лекарства, ну, как у вас называют по-научному в России, субстракт, практически нереально, потому что это, ну, миллиард долларов, разработка там, это как-то несерьезно, а вот средства доставки уже проще гораздо, потому что они делаются из готовых материалов, которые уже сертифицированы, ты тоже, там, чуть-чуть меняешь, кое-что, там, надо проходить сертификацию, но проще гораздо, да, поэтому все стартапы, они на это ориентированы, понимаешь, ты не можешь, там, реальности ориентироваться на какой-то, там, ну, знаешь, там, продукту разработки нового, я тоже, знаешь, когда был молодым инженером, я там пришел в эту компанию, они говорят, вот, будешь использовать вот этот вот носитель, да, там, это, я говорю, слушай, а зачем нам париться, давайте мы это модифицируем, полимер, там, сейчас привьем, там, новую, там, линейку, там, то-се, они говорят, слушай, мужик, тебе сказали, занимайся, я никак поймать не мог, а потом только понял, что ты, конечно, модифицировать его можешь, ну, тогда ты должен засортифицировать все заднее, а это 100 миллионов долларов и 10 лет. Окей, и ты начал заниматься биотеком, и потом? То есть, сначала, чтобы уже закончить дело, я буквально, там, секунду, значит, что мы делали, это гель, то есть, у тебя, вот, ты, когда капаешь в глаза, это самое, лекарство, оно что происходит? Ты в глаза закапал, оно моментально рассасывается в глазном яблоке, у тебя концентрация лекарства вот так идет, а потом вот так спадает, потому что оно вымывается слезами и уходит в жидкости тела, да, то есть, у тебя сначала пиковый концентрат, который в 10, там, стоит не раз больше, чем нужно, а потом она резко падает, у тебя его нет, а мы разрабатывали гель, который ты вот сюда за века закладываешь, и этот гель потихонечку, там, часами выделяет это лекарство, чтобы поддерживать оптимальную концентрацию. Я думаю, что эта тема сейчас актуальна для животных, такие же лекарства и для желудка, и для глаз, и для других мест, которые потихоньку, система, так называемая, замедленного выделения лекарств, я не знаю, как это я на русский язык перевожу, здесь называется Prolong Drug Delivery, то есть, вот эту вот систему мы разрабатывали в первой конторе, а во втором, я потом могу тебе длинную историю рассказать, как я воспринимал, как я неправильно воспринимал приказы начальства, я еще молодой был, хотел все оптимизировать, все для блага компании, что круто было, а потом оказалось, что это не совсем так, здесь надо по-другому, политика везде там и так далее, короче, я потом ушел из этой компании в другую, мы занимались диагностикой рака, то есть, я разрабатывал тесты для ранней диагностики рака желудка, а потом, когда понял, что можно делать еще больше денег, ну, начал, так сказать, делать деньги на компьютерах, в контору перестал ходить, там, наверное, полгода где-то вообще не ходил, потом, знаешь, там, кончилось дело тем, что я пошел там, купил крутую тачку, ну, по тем временам, знаешь, молодой был, здесь, да, в долине? ну, да, в долине, да, я купил тогда, это было тогда только вышло, называлось Infiniti Q45, я не знаю, как они в России были еще, но это такая была по тем временам, там, ну, такая улетная тачка, там, 80-литровый двигатель, там, знаешь, там, 300 человек, ну, в те времена, ты первый парень был на деревне, в Silicon Valley, да, приехал на этой тачке, ну, тачка стоила 60 штук, да, тогда же еще не было долины-долины, да, такой, как сейчас? нет, тогда не было, да ну, там были какие-то первые компании, Хьюрид Паккарт, Apple, но не было таких, как бы, ну, прям, гигантов, ну, и таком количестве, как сейчас, да? да, ну, вот компания, в которой я работала, это называлось SmithKline, это была, ну, как бы, компания там была, по-моему, ну, в то время это было отделение Бекман, то есть, SmithKline Бекман у нас, она, SmithKline Diagnostics, даже, так сказать, точнее, наша компания была, которую потом Бекман купил, она сама была относительно небольшая, но принадлежала большой компании, то есть, это, как бы, отделение было, вот той большой 8 тысяч человек работала, то есть, ну, как-то сказать, достаточно большая была, мультимиллиардная контора, вот, значит, и я помню, когда у нашей компании работал 120, и оно, чтобы ты понимал, да, вот, по тем временам 60 штук, да, я говорю, квартиру можно за 120 купить, то есть, понимаешь, то есть, там, ну, несоизмеримые, там, деньги были совершенно, да, и я, помню, пригнал эту тачку, там, на парковку, там, конторы, все говорили, кто приехал, ну, типа, на тачке, там, президент компании, там, кто там, молодой инженер, там, Альберт, да, ну, вообще, короче, потом стали интересоваться, где я там бываю днем, потому что на работе не ходил, потом меня вызвали, говорят, ну, ты, чел, там, правильно все делаешь, ты все понимаешь, ну, на работу ходить надо, там, как-то надо что-то делать, там, как-то понимать решение, там, по-мужски, там, либо увольняйся, либо оставайся, я говорю, да, увольняйся, ну, вас нафиг, ваши зарплаты. Так, следующий вопрос, слушай, прикольно у нас получается, так динамично, мне прям нравится. Да, легко. Чем занимались в России, интересно узнать ваш бэкграунд, я не знаю, вообще, насколько корректно тебе такие вопросы задавать, Альберт, но давай, если хочешь, ответь, если нет, то... Да, легко, у меня никаких нет секретов ни от тебя, ни от твоей аудитории, реально, ты можешь все там прогуглить, я вообще инженер-химик по образованию, кончил Менделеевский химик-технологический институт, и сначала, там, очень короткое время, я там собирался поступать в аспирантуру, то еще, но потом, вот, как я уже сказал, уехал в Америку, здесь я был, занимался биотеком сначала, то есть я занимался разработкой лекарств, мы можем как-то на эту тему отдельно поговорить, там тоже масса всяких идей и так далее, потом я занялся, вот, как, по недостатку денег, и, так сказать, производством и продажей компьютеров, ну, в 90-е начало это было, как бы, модное течение и в долине, и в России, ну, как я уже сказал, в 2004-м это дело резко прекратилось из-за рейдерского захвата, вот, потом, в 2004-м, в 2004-м, да, не, в 2004-м мы начали, вот, а в 2004-м вот это произошло, а потом я занимался, вот, как я уже сказал, аукционами, а сейчас вот я занимаюсь сервисным бизнесом, вот это у нас быстрорасчетующая компания, которой мы делаем сервис, супер, спасибо, это, по-моему, такой вопрос, да, да, спасибо тебе, давай мы следующий сразу перейдем, так, ты меня корректируй там, не, не, все супер, Альберто, каким вы видите себя и свое дело, скажем, лет через 10, будут ли у вас живые люди или виртуальные помощники в бизнесе? Хороший вопрос, у нас уже есть, ну, правда, не виртуальные, но, так сказать, квази-виртуальные помощники, у нас есть команда, например, на Филиппинах, которая делает генерацию лидов, я не знаю, как по-русски сказать, ну, правильно, лидов-автограйда, перспективных клиентов, то есть, мы очень много вопросов аутсорс, то есть, зачем нам здесь, например, сейчас действительно глобум рынок, у нас есть программисты в России, которые дополняют, делают там по веб-сайтам вопросы, решают, есть по вопросу автоматизации, есть, например, команда, они, по-моему, сидят, по-моему, то ли в Латвии, то ли в Литве, которые делают там через Salesforce, это такой софтор, которым мы пользуемся, там некоторые автоматизации, вот у нас есть команда на Филиппинах, да, то есть, я уверен, сейчас вот Google, например, сделал это виртуального ассистентса, вот мы сейчас смотрим, как его прикрутить к нашей системе, так сказать, чтобы он мог автоматически делать заказы на сервис, мы смотрим сейчас для автоматизации, вот, например, когда у нас уже оно все виртуально, с помощью искусственного интеллекта, то есть, как у нас делается маркетинг, вот, например, у нас есть база данных, мы, например, вот скажем, хотим таргетировать травл-компании, типа тебя, ну, к примеру, да, вот как нас это работает, мы их не знаем, мы берем базу данных с таких компаниями, потом, у нас есть, например, там письмо, уже счастье, которое тебе отправляется, у нас есть, скажем, таргетирование, там, SEO, там, CFO, ну, в смысле главных людей в этой компании, которые отвечают за те вопросы, которые нас интересуют, мы им отправим письмо, вот так-то мы хотим с вами познакомиться, поработать в такой-то тематике, примеры. Я понял, да, понял. Это если письмо, даже система, вот этот искусственный интеллект, она это отслеживает, если, соответственно, например, человек не ответил, то она через две недели автоматически уже не люди, а сама это, в общем-то, с другим текстом опять посылает письмо, и так далее, и так далее, там все это продолжается много раз, если они, например... То есть, по сути, ты такие чпок-чпок-чпок, тебе такие уже готовые к разговору люди, выползая, твои уже менеджеры обрабатывают и продают. Когда даже не выползают, со мной система автоматически дальше посылает письмо. То есть, у нас это все очень сильно автоматизировано, потому что мы работаем потенциально с тысячами компаний, а сейчас мы планируем работать с десятками тысяч компаний. Таким образом, получается, можно выйти все-таки и на Facebook, и на Google с теми компаниями, или на Apple, с которыми ты работаешь, да? Ну, с этими компаниями приходится на персональной основе, но вот мы сейчас, например, новую программу делаем по всем штатам, мы хотим сделать такой наш выпуск на все штаты, наш сервис расширить, мы хотим начать как раз с мелких контор, потому что у нас нет возможности одновременно ездить по 50 штатам, переговоры делать, мы хотим заняться как раз небольшими конторами, отладить сервис, потом перейти на большие конторы. То есть, вот это все, естественно, должно быть полностью автоматизированный сервис, потому что для небольших контор относительно небольшие деньги, если это автоматизировано, но скажем, ты делаешь, к примеру, 500 долларов на заказе, но этих заказов 10 тысяч, то ты в месяц делаешь миллионы долларов, понимаешь? То есть, вся идея в том, что насколько это шкалируемо, и если у нас сейчас есть серьезный договор с потребчиком, который будет физически это выполнять, а им как раз не хватает нашей, так сказать, мозговой способности, так сказать, закрывать вот эти сделки, нагонять на них клиентов, то есть, у них уже сами есть инфраструктура. Вы как будто бы такой платформы становитесь уже, да? Абсолютно правильно, типа платформы. И вот это, кстати, тоже одна из идей. Масштабирование чего-либо, создание платформы. Платформы автоматизации продаж и маркетинга. Вот это то, что будет спрос. У вас, в принципе, есть уже некоторые такие компании, но это колоссальный рынок, потому что большинство народа этого не понимает пока. Если вот твои пользователи могут либо дополнительные аппликейсин для этого делать, либо они, эти твои пользователи смогут какие-то сервисы в этом бизнес наладить, или они поставку этой системы, установку этих систем. Вот это колоссальный рынок, просто колоссальный рынок. Вот это автоматизация бизнес-процесса, селс и маркетинг процесса. Потому что это самое главное в компании, продажи. Товары всегда вторичные. Вот это материальное, то, что мы с тобой говорили, уходит. И уходит вот это то, что называется экспири, опыт. И вот этот вот опыт покупателя, опыт общения с продавцом, он все будет уходить в вот такую вот нематериальную, нечеловеческую автоматизированную формат. И вот те компании выйдут на рынок, и те выиграют, которые все это автоматизируют. Я случайно устроился работать, как не поверишь, гардеробщиком в ужниках. Вот я тебе скажу, это, конечно, была тема. Я был тогда молодой, мне было двадцать там, я не помню, два, мне сколько там, когда я начал там работать, двадцать с чем-то лет, да, было. Прикинь, да, там тема была, ты там сидишь, ты стоишь, у тебя доступ на все концерты, у тебя там, соответственно, ты там всем нужный чел. Я потом тебе там, можно длинную эту тему рассказывать, но бизнес там основной делался на биноклях. Из-за гардеробщика, короче, биноклеведы. Нет, там ориентал бизнес, вот сервисы, понимаешь, вот опять же, вот этот вот бизнес на сервисе, он был основной, даже те времена, да. А тем была очень простая, бинокль стоил десять рублей, театральный, да, раздавался 30 копеек. Соответственно, ты брал тупо за месяц, вот у тебя 30 концертов, да. Но ты же тогда уже, по сути, как бы закон нарушал, ты был этим, как его? Частный предпринимательский? Нет, нет, тогда еще нельзя было частный, как называется. Правильно. Которые покупают и продают. Как это называется? Частный предпринимательский деятельность это называлось. Тогда это было против закона. Ты же быстро бывший опера, я тебе могу рассказать, смотри, я статьи Уголовного кодекса, у меня ГЗОД, я не знаю, как у вас сейчас там называется, ГЗОД так и называется, Кодек законов и труде, там раньше он ГЗОД назывался, и УК, у меня вообще были настольные книжки, я тебе скажу, я законы все знал, тогда были две статьи, которые ко мне относились, это 154 и 162, 154 это о спекуляции. Да, вот спекулянты был, точно. А 162 это частный предпринимательский, да, так вот смотри, вот преимущество нашего бизнеса было, что мы реальности, это как бы серое было, это не черное, да, это не совсем было белое, да, но оно было не черное, сейчас я тебе объясню почему, спекуляцией мы, кстати, не занимались, значит, вот спекуляцию я не любил, особенно там вторую часть этой статьи, там особо крупных размеров, значит, смотри, вот частное предпринимательство… Миллион биноклей сдал в особо крупных размерах. Да, смотри, там разрешено было бинокли сдавать, финка была в том, что государство, как бы, говорило гардеробчику, что он сдавал там, я не помню, что там, 10 или 20 биноклей государственных, да, поэтому поймать нас на этом было тяжело, потому что мы их официально сдавали, и деньги сдавали государству, просто мы их сдавали не 20, а 120, понимаешь, о чем говорю, вот и все тупо, да, там, ты имеешь там еще 100 биноклей по 30 копеек, 30 рублей в день. Блин, Альберт, вот тебе повезло, ты блин уже в 87 году, уже, блин, бабки зарабатывал, бизнесом занимался, а я в это время еще только знаешь, куда ходил, пешком под стол. В 87 году мне было 5 лет, а у меня меньше даже, 4 года мне было. Ну, вот мне было тогда 20 какой, 20 с чем-то лет, это самое, и я тебе сказал так, 22 мне было сколько, значит, смотри, тема была, ну, просто сказка. Я тебе сказал так, если я бы знал, что Советский Союз развалится, я бы тут в жизни не уехал, ты что, я бы про Лужникеву приватизировал, мы там реально, мы там реально, я тебе сказал так, мы каждый день ездили там только на тачке, там, ну, в смысле на такси, я жил на Арбате в то время, каждый день там, ну, через день мы там в ресторане были, понимаешь, вот ты не забудь, вот смотри, ты делаешь тупо там 30 рублей в день, да, а в ресторане, вот круто посидеть вдвоем там с девочкой, да, с девчонкой, это было в те времена 20 рублей максимум, это там с икрой, шампанскими, там со всеми там пирогами, там с 3 рубля там швейцару, фрага, да. 120 зарабатывают в месяц, понятно, что это получается одна шестая зарплата и как бы в ресторан сходить, как бы нормально такая. Ну, правильно, но если тебе каждый день 30 получать, плюс зарплат нам там платили, кстати, я зарплату даже мне никто не хотел. И как в ГАИ, короче, работал, забывал за зарплату ходить. Ну да, это самое, короче говоря, тема была та еще, но к сожалению, ну или к счастью, так сказать, это самое, она кончилась и я оттуда уехал. Слушай, Альберт, давай, знаешь, как предлагаю сделать? Так, у нас здесь много классных вопросов, мы обещали ребятам разыграть книгу, вот, и я хочу закончить выпуск тем, что ты посмотришь вот вопросы, выберешь вопрос, который тебе больше всего понравится. Блин, у тебя там такой список. Да, ну, может быть, тогда ты выберешь из тех, которые мы сейчас обсуждали с тобой. Давай, наверное, когда обсуждали, потому что, может, когда-нибудь там в следующий раз, потому что я так понимаю, что здесь еще там задавали свой популярный канал. Не много, просто мы уже реально здесь, сколько мы, я приехал в 4, время 7, мы уже 3 часа как бы с тобой. Блин, считаешь, как время прошло. Да, да, то есть надо поэтому уже, да, вот, просто неудобно твое время тоже занимать. Давай вот, какой тебе из тех, которые мы задали, тебе понравился, остальные вопросы мы перенесем уже в наше следующее с тобой интервью? Хороший вопрос. Ты знаешь, наверное, мне больше всего понравился вопрос, по-моему, моим вторым, что ли, третьим был по поводу духовности. По поводу развития церкви, общества и воспринимания духа и как бы духовности. Давайте сейчас я его прочитаю. Так, ребят, слушайте вопрос, тот, кто написал этот вопрос, напишите мне в инстаграм, здесь мы как раз инстаграму оставим, Malik One, напишите мне в личку, я выиграл, да, там, и вот я читаю вопрос. Какие формы приобретает религия и духовность, когда виртуальная реальность перестанет быть виртуальной, а будет почти неотделима и неотличима от когнитивных процессов? Вот за этот вопрос мы вручаем книгу вам сам Себосс, для того, чтобы ее получить, пожалуйста, напишите мне в инстаграме Malik One. Вот, соответственно, сейчас я вам тоже предлагаю поучаствовать в розыгрыше книги и позадавать Альберту крутые, классные, интересные вопросы, которые мы ему зададим в наших следующих выпусках. Руслан, ну так надо мне, наверное, процент с книги получать. Проценты с ответов на вопросы. Проценты с ответов на вопросы, там, я знаю, с чего, который вопрос задал за то, что надо процент получить. Ну, мы тебе книгу тоже подарим. Ну, я, естественно. Окей, ребят, на этом мы ставим точку. Пожалуйста, если еще не подписаны, подписывай наш канал, ставьте нам лайки, пишите в комментариях вопросы к Альберту. И до встречи в Америке. Malik Tour рулит. Спасибо, спасибо. Ну, что, давай, потихоньку мы, наверное, поедем уже. Ну, что, хорошо пошло, да? Вообще офигенно, мне понравилось. Классно. Ну, тебе поэтому я не все вопросы сразу сегодня буду получать ответы. Возьму и оставлю на следующие разы. Правильно. Ну, дело в том, а, здесь включить тебя, извини. Смотри, там просто, понимаешь, я считал, что самое главное, вот это живая динамика. Да, да, да. Понимаешь, просто так тупи там рассказывать, понимаешь? Да, да, да. Да, да. Тюк terme, какие то profundида упиты. Да. Ну, два, три. Ну, три У deinen, три? Субтитры создавал DimaTorzok